Дорогие мои поклонники немецкой техники, с вами Изидыч и я перед вами очень виноват, ведь обещал в ближайшее время провести конкурс на 150 тысяч подписчиков. Собственно, практически этот конкурс готов, я раздам чуть ли не последнюю рубашку, потому что у меня очень много интересных призов, в общем, немножечко еще подождите и все будет. Но главная тема сегодняшнего видео не об этом, а о немецкой машине, которая, возможно, стала не трендом, это Panzerwerfer 42. Ее на Bayer 3.7 практически не увидишь и стало любопытно, насколько в целом сейчас эффективны такие машины. Ведь, как вы знаете, в патче 1.71 серьезно были занерфлены ракеты. Ну, и, конечно же, есть, например, такая машина, как Кромвель, которая использует ракеты РП-3, точно такие же, как и на авиации штурмовой у британцев. Соответственно, захотелось сделать переобзор на Panzerwerfer 42, который в свое время собрал на канале более 200 тысяч просмотров. И интересна эта машина тем, что использует 150-мм VGR 41 SPR, то есть это достаточно мощные ракеты с бронеприбитием 42 мм и весом 39 кг. Но здесь есть некое изменение, которое, я думаю, будет полезно узнать. Нынче у Panzerwerfer имеются теперь две обоймы, а не то, что, например, он стрелял все свои 10 ракет, едет на точку, чтобы пополниться в реалистичном режиме, или сразу начинает долгую перезарядку, как это было в аркадном режиме. Здесь теперь есть дополнительные, ну, опять же повторюсь, якобы обоймы. На самом деле, просто дополнительные 10 ракет, которые перезаряжаются за 18 секунд. Почему я для большего понимания назвал их обоймами? Да потому что, пока вы не отстрелите все ракеты, нельзя произвести дозарядку. То есть, внизу вы можете на панели посмотреть, что есть еще одна единица, скажем так, вторая десятка ракет, которые можно, скажем так, зарядить после того, как вы отстреляете первую десятку. Собственно, я думаю, вы уже поняли, что машина вполне актуальна. Она уверенно на своем боевом рейтинге уничтожает британские кромвели, различных Черчиллей, даже если они попадутся в сражение, такое может быть. Правда, там куда больше сложностей. И главная проблема, наверное, советская техника. Ну, я думаю, в конце вы еще увидите, насколько сложно, например, с той же Су-85. Бывают проблемы и с КВ-1, с которым нужно бороться, пожалуй, попаданиями под башню. Но в остальном это самая, что ни на есть, нагибучая машина, которая требует от своего хозяина разве что хорошего расчета баллистики полета. О, собственно, и тот самый КВ-1. И это очень неприятный противник. Если, например, в среднем приходится тратить от двух до четырех ракет, бывает даже ваншотиться с одной, если противник картонный, то на КВ-шку можно потратить всю десятку. И то не факт, что вы его заберете. Повторюсь, очень важно попадать именно под башню, потому что иначе эту машину просто не пробить. Когда вы попадаете под башню этого танка, то происходит, скажем так, бронепробитие верхней крышки этого танка на корпусе. И гибнет механик-водитель, гибнет радист, потом экипаж пересаживается, еще кто-нибудь гибнет. Ну, суть в том, чтобы уничтожить КВ, это не просто пробить танк, да, и вывести его полностью из строя. Это уничтожить постепенно всех членов экипажа. Ну, практически всех. Иначе КВ-1 в лоб не уничтожается. Кстати, для тех, кому интересна история этой машины, просто наберите в гугле или там, например, на ютубе «Panzerwerfer 42». Самое популярное видео по этой технике будет как раз мое. То есть, это реально существовавшая машина, это не бумага, причем существовала не одна, и они вполне сражались. Вопрос лишь в том, что исторически такие машины, в том числе, кстати, и «Катюша», были не так эффективны, если их было недостаточно много, потому что вся их суть была в том, что они накрывали какую-то область огромным количеством залпов, и процент попаданий был очень мал. То есть, это было очень затратное мероприятие, вот такие артиллерийские подготовки с помощью ракетной техники. Разумеется, с игровыми реалиями сравнивать даже не приходится. То же самое, что можно сказать про штурмовики. Вы же в курсе, что штурмовые ракеты попадали лишь примерно в 5% от общего числа запущенных. То есть, у нас в игре можно вообще каждой ракеты, если ты реально опытный штурмовик, попадать по танку, а с помощью «Panzerwerfer», тем более на малых дистанциях, делать это еще проще. То есть, каждая ракета со 100% вероятностью попадает в противника. Этому и отличается игровая часть от исторической. Ракетная техника в нашей игре не используется как артиллерия, она работает лишь прямой наводкой. И к большому моему сожалению, нет никаких вспомогательных пицелов, которые помогли бы рассчитывать баллистику полета ракеты на большие дистанции. Все, что мы делаем, делаем на глаз, и это, к сожалению, печально. Например, исторически, дальность работы ракет «Panzerwerfer 42», на самом деле это мины, но не суть, была 6900 метров. Причем, они были сделаны так, что пороховые газы выходили из 26 сопел под определенным углом, и это создавало некое вращение снаряда. И, конечно же, увеличивало точность. Но сокращало дальность полета. Хотя, поверьте, в нашей игре многое не надо. Причем, использовался прицел РА-35. Непонятно, как вообще с ним можно работать в нашей игре, потому что, на самом деле, РА-35 достаточно хорошо применялся наводчикам для корректировки курса по вертикали. У нас же этого нет. Хочу сказать, что данная ракетная техника не является какой-то имбой. Это все-таки не Птуры, тем более и второго поколения. Здесь все делается ручками. Очень многое зависит непосредственно от вас. То есть, человека, который управляет этим чудом. Важно не только уметь правильно запустить ракету, чтобы попасть по противнику. Важно также знать, куда его пробить. Если это не какой-то там картонный танк, который легко пробивается с помощью 42-мм бронепробития этих мин, а вполне приличный тяжелый танк, защищенный полностью Сталиниумом, или же еще хуже, лючками Мехвода-34. Да, сейчас многое поменялось. После нерфа ракет авиации, следовательно, пострадали и те, что используют подобные ракеты на земле. Пострадал Кромбель с РП-3, в принципе, и от Калиопы. И М-26 Т-99 тоже стало куда меньше толка. Но вот Панцер Верфер-42 оставил еще свою эффективность на достаточно высоком уровне. Хотя еще и Катюша неплоха, но там есть большие сложности с прямой наводкой. Ну и помимо прочего, опять же, все упирается в нормальные исторические прицелы, которые помогли бы вести эффективную стрельбу на больших дистанциях. И что-то мне подсказывает, что таких прицелов и не появится, ведь разработчики сейчас активно стремятся в развитие ближе к современной технике. Птурыиии, прочее, 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 что и так, в принципе, боеспособны, без различных исторических прицелов и так далее. В общем-то, грустно, пока вот какой-то игрок не сделает самостоятельно в пользовательских миссиях подобные прицела. Ну, сами понимаете, на другое рассчитывать не стоит. А быть может, уже и сделал, просто нужно хорошенько поискать на лайф в War Thunder. Посмотрим. В общем, друзья, надеюсь, вам было интересно. Такое многогранное видео получилось, и обо всем поговорили. Даже задели актуальную тему, может быть, не очень актуальную, но тем не менее острую. Поддерживаем лайком, подпиской на канал, и, соответственно, друзья, если вам нужно что-то купить, получите наклейку, и, в целом, как бы немножечко сэкономить, можете воспользоваться ссылочкой на улитка-шоп в описании под видео. Ну, и пишите свои мысли обо всем, что происходит в игре. Ведь я могу в чем-то быть неправ, я ведь тоже человек, тоже могу ошибаться. И, соответственно, здесь очень важно, чтобы все высказывали свое мнение, чтобы приходить к единому, чему-то единому во всем этом. На этом я с вами прощаюсь, всего самого лучшего. Субтитры сделал DimaTorzok